Ихлара Некогда составляющих перемичку между вулканами узкую извилистую долину длиной около 15 километров. Я решил ее работу, превратив красные утесы каньона в хаос останцев и грибовидных скал. Долина Ихлара находится в Центральной Анатолии, на территории Древней Каппадокии. В Средние века монахи-византийцы именовали Ихлару Перестремой. Ее скальные храмы носят следы многочисленных достроек и переделок, самые ранние из которых относятся к VI веку, а самые поздние к XIV веку. Всего в долине до XIV века было создано 105 храмов. В настоящее время 13 из них открыты для посещения. Здесь, в долине Ихлара, есть несколько храмов, иконография которых может восходить к иконоборческому времени. Здесь изображены на потолке кресты, а также святые без подписи, что говорит об их крайней архаичности. Возможно, что это не храмы, построенные непосредственно иконоборцами, а те тенденции в искусстве, которые сохранялись некоторое время после окончания иконоборческого движения. В отдельных случаях, те церкви, которые расписаны именно так, были практически уничтожены, превращены в притворы новых храмов. Я не знаю, нельзя сказать с уверенностью, что это борьба против иконоборчества, но весьма вероятно, что пришедшая, сменившая церковная община предыдущая воспринимала эти храмы как иконоборческие, иеретические, поэтому, собственно, уничтожила их, построив новые храмы и использовав старые только как фрагменты. Одна из самых известных церквей долины Ихлары это церковь под деревьями, по-турецки Агачалты. Она лежит справа от моста. Церковь в форме креста, с тромбами, на четырех столпах, с центральным куполом. Первоначально имела три уровня, но два из них впоследствии разрушились. Фрески ее сохранились весьма неплохо, изображают сцены поклонения волхвов и Даниила со львами. Именно здесь, в центральном куполе, обнаружены фрески с изображением Вознесения Христа, выполненные в удивительно примитивном стиле, имеющем много общего с сирийскими, армянскими росписями, а также с персидскими росписями времен Сассанидов. Недалеко от церкви Агачалты располагается другая церковь, симбелю Келесе, или церковь Геоцинтов. Небольшой храм, имитирующий крестово-купольный, с утопленными столбами, куполом, четырьмя рукавами креста. Роспись по всем частям храмового комплекса, все оштукатурено. Алтарь храма приподнят на высоту 40 сантиметров и имеет две ступеньки. Есть алтарная преграда на правое гнездо под подсвечник. В центре алтаря скальный престол, высотой около 80 сантиметров, оригинальной конструкции, без отверстия. Часть престола срублена. Справа сидение для священника. В алтаре имеются изображения Диисиса, а на потолке ангела. С восточной стороны ниша с росписями Успения, а с южной – Благовещение. К западу от церкви большой с плоским потолком нортекс, то есть притвор, который ориентирован на северо-юг. Комплекс имеет и второй этаж с балконом. Сам храм византийского типа, а притвор, то есть нортекс, и зал сверху – совершенно другого. Этим можно предположить, что устав и литургика в храме были разными. То есть литургия была традиционной, анатолийского типа византийского обряда, а практически устав монастыря – иной, имеющий другое влияние. Пройдя чуть дальше по тропинке, мы попадаем в еще одну замечательную церковь и Ланлык-Келесе, или Церковь Змей, которая так названа, потому что на западной стене храма есть замечательная роспись со сценой страшного суда со змеем. Сам храм – крестово-купольный, с нортексом. На тексе свод цилиндрический, и нортекс расписан совершенно другой артелью, потому что росписи в нем более примитивны, чем сами в самом храме. В храме на потолке имеется рельеф в форме креста, а сам потолок плоский. Престол – пристенный, над ним ниша для иконы. Над Богородицей, над престолом, справа и слева, изображены апостоли. Наверху – спас всех. В арке алтаря – пророки. Здесь же, в алтаре, на северной арке, неизвестный святой со свитком. На южной – святой Иоанн Охрецкий. В северо-западной части храма – поминальный храм Проклеси. Северо-западной части храма – церковь Перенли-Сике лежит в 500 метрах западнее, также на южном берегу реки, на вершине 30-метровой скалы, и хорошо видна из долины. Эта базиликальная церковь имеет полуциркульный свод с карнизом. В северо-западной стене – двор Кассолия. В северо-восточной части располагается жертвенник с росписями. Алтарь приподнят на 40 сантиметров. Сохранились остатки алтарной преграды. Престол пристенный, имеет квадратную крышку, но полукруглые ножки. Справа – сиденье для священника. Сохранились остатки алтарной преграды. Практически в 50 метрах Перен-Ле-Сике находится другая церковь – Кукар-Келесе, прозванная также ароматной церковью. Это базиликального типа сооружения с двумя столпами вдоль стен скамьи. Алтарь в основном храме не сохранился. Не сохранился здесь и престол, но алтарная преграда сохранилась. В алтарной арке имеется изображение святых. Внутри храма – жертвенник в виде ниши с написанным крестом. В северо-западной части – первоначальный вход в храм в виде тоннеля вниз. Во втором храме престол сохранился. Здесь также имеются скамьи вдоль стен. Вероятнее всего, первый храм был иконоборческим. Впоследствии комплекс был перестроен православными, при этом пришлось пожертвовать восточной ориентацией алтаря. Субтитры создавал DimaTorzok Абсолютно непроходимая тропа. Мы находимся в монастыре Эритаж в долине Ихлара. Этот монастырь – весьма-весьма огромный монастырь, который существовал значительное время. Сейчас я стою на нижнем ярусе двухъярусного храма. Здесь были косницы, усыпальницы, в которых, собственно, были похоронены насельники монастыря. И какие-то иные еще люди могли быть похоронены, которые либо делали вклад в этот монастырь, либо по каким-либо причинам были сочтены быть достойными похороненными здесь. От верхнего этажа второго яруса раньше этот нижний отделяли каменные балки и блоки, остатки которых вы здесь видите. Собственно, они держали деревянный настил. На верху, собственно, алтарь основного храма. Сейчас он недоступен. Внизу вот эти прекрасные росписи, остатки их с погребальными надписями. Субтитры создавал DimaTorzok